9 сентября санкт-петербург еще одна видео распаковочка будет для константина ростов-на-дону жаркий регион все правильно берем тканевое кресло на данный момент мы будем скрывать атак рейс не бренд акрессинг модель опал так то моделька выглядит что хочешь сказать значит модель для тучных людей подрост метр восемьдесят пять без ограничений но опять же если у вас рост находит ходит до метр девяносто тоже можно брать эту модельку потому что все стандартные модельки скажем вот например акрессинг 7012 не подойдут под рост выше метр восьмидесяти пяти из-за ограничений на сиденье из-за ограничений на плечах здесь нужно кресло или раскрытые плечи должны быть или совершенно не должно быть это их ограничение вот как например на бличерс хиру эти нет никаких ограничений или очень широкое кресло как дэкс рейсер раскрытые 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 напоминаю что эти кресла до 150 160 килограмм а крессинг опал 130 килограмм но эту эта нагрузка рабочая то есть не пиковая то же самое и дэкс рейсер с нобелем это не пиковая нагрузка рабочая кресло достаточно мягенькая если сравнивать их там с дэкс рейсером с нобелем каким-то другим то но более мягкая внутри спинки находятся жгуты которые деформируются под тяжестью спины тем самым достигается вот эта эргономика удобно для спины ну самое главное это рама до 130 килограмм стальная двухмиллиметровая угол наклона 155 градусов в спинках раскладывается горизонтально в комплекте идут две подушки краски в положении лежа используется подушка под спину ну если вам она нравится и позвоночник не испытывает никаких неудобств то можете использовать этот валик под спину ну как бы ежедневно да вот он такой вот идет там в комплекте только черный конечно так значит есть небольшие правила эксплуатации кресла первое правило очень такое важно это правильное взаимодействие с углом наклона спинки напомню это хороший механизм профессиональный то есть им можно пользоваться в течение дня то несколько раз менять эту спинку то есть для профессиональной деятельности перебить его может без всяких ограничений только правильно это поднимаем рычаг вверх до конца а потом откладываем спиной на спинку когда спинка под нагрузкой от вашей спины соответственно рычаг мы не поднимаем помним при поднятии рычага никаких скрежетов щелками металла не должно быть запомнили второе ну это уход уход за тканью ткань она здесь вот такая крупнозернистая так называемая техническая ткань но она плотная к истиранию именно стойка неплотно стойкая ну как бы пыль под грязь все это ежедневное что будет копиться уход за этим осуществляется с помощью автохимии по такую аэрозоль q покупаем там пенка активная и раз в год два раза в год вот после жаркого периода обливаем рабочую поверхность и с помощью пылесоса пенку собираем и также с помощью этого средства хотя бы раз в месяц протираем подлокотник если есть тем более прямой контакт с кожей то обязательно протираем лучше соль входящая в состав пота будет это все дело потихоньку разъедать так вроде все сказал напомню еще раз это окрестник опал тканевая моделька на данный момент самая доступная потому что цена у нее 39 900 вот такое большое кресло таких больших размеров вот если взять например декстрейстер такого же размера до рабочая поверхность широкая без ограничения это уже 46 там 48 48 900 до кстати на стоит там но для чирский это уже 60 поэтому профессиональное кресло на сегодняшний день самое доступное профессиональное кресло из стали 2 миллиметра каркас это вот окрестник опал к сожалению если так все будет дальше продолжаться цена уже увеличится до 45000 так смотрим кресло абсолютно новое 23 год сейчас я подготовлю к скрытию коробочка весит 30 килограмм плюс она туда необъятная берем с собой напарника забрать коробочка создает не надрываться ну или же оформляем доставку уже по своим местным тарифам до двери опять же много вопросов а чем отличается этого типа игровое кресло геймерское кресло от называем от обычного кресла которые стоят у всех на работе в офисах такого плана самое главное отличие геймерское кресло от офисника это угол наклона спинки вот этот механизм вот вот это самое главное когда мы сидим за компьютером по 8 часов неважно играете вы там или вы работаете печатаете то есть вы в течение дня вы можете вот этот угол наклона спинки менять там от 90 до 15 градусов до 115 градусов тем самым стимулируя разные участки позвоночника разные мышцы мышцы у вас начинают работать снимаете нагрузку то есть с разных частей позвоночника ваш позвоночник на в динамике не какая-то одна часть устает и загрузка на одну и ту же часть позвоночника идет то есть на поясницу да а вы в динамике это все делаете там каждый час можно менять на пару градусов в принципе как я считаю это вот самая соль этих кресел геймерских правильно в них сидеть и пользоваться вот этим углом наклона спинки но сразу хочу заметить угол наклона спинки должен быть профессиональный если таким профессиональным способом да перебить угол наклона в течение дня скажем так на других каких-то моделях он у вас сотрется потому что там используется сыромятина простая сталь и она в течение года стирается очень много таких у нас запросов где можно да помогите достаньте к сожалению углы наклона просто так не продаются их не купить тем более с ныричной ситуации поэтому у нас они есть углы наклона но только под гарантийный случай или только для кресел которые куплены в нашем магазине да мы их меняем своим клиентам ситуация такая если вы купили дни профессиональное кресло берегите своих угол наклона потому что если он вылетит выйдет из строя его негде так спинка идем сюда опять пакет не заклеим снял пакет так как он не был заклеен завода можно посмотреть на полотно вот идеально новое кресло все ровненько напоминаю вся шитье это в ручном в ручном исполнении все руками делать соответственно на машинке да поэтому где-то допускается неровности какая-то складочка ну как покажет практика все это расправляется как вы только начнете нагружать спинку спиной так есть молнии в принципе на все на всех креслах есть молнии вскрывать их мы не рекомендуем потому что первое вы можете уже не застегнуть молнии тарас второе молния просто может порваться потому что они здесь тоже скажем так непрофессиональные не предназначен для того чтобы расстегивать и застегивать так что мы здесь пить но это серийный номер двадцать третий года на 6 на 6 июнь июль исполнение кресла так сиденье вскрывать не буду потому что она здесь заклеена хорошо так просмотрим через пакет подлокотник ровненький пластик целый кнопка целая встрою чехлы подтянул болты но угол наклона подтянул вам эту операцию сделать можно будет через полгода даже разобрать подтянуть а второй подлокотник все целые пластик целый полотно рассмотрю подушка под голову также имеется бабочка для альтернативного крепления подушки вот вентиляционное отверстие на спинке валит под спину так инструкция также это наш гарантийник ее обязательно хранить нашу печать пыльник перчатки для сборки колес мультиблок гайка для регулировки режима качания газлик 4 класса ключи накладки декоративные две штуки есть все после просмотра можно делать оплату завтра кресло поедет уже вздек